Доброго времени суток! Сегодня я хочу представить вам свой рейтинг игр в жанре RTS, оказавших наибольшее влияние на индустрию в целом и лично на меня в частности. Спешу оговориться, как и в прошлый раз, моя субъективная оценка может не совпадать с вашей, поэтому свои варианты топ-листа вы можете написать в комментариях под роликом. Итак, приступим! Пятое место. Red Alert. Шедевр от Westwood Studios появился на компьютерах в 1996 году и сразу покорил миллионы фанатских сердец. Холодное противостояние СССР и загнивающего империалистического запада, по версии разработчиков, не завершилось приходом к власти пятнистого Горбачева, а продолжилось в альтернативной исторической развилке, где два противоборствующих лагеря нещадно истребляют друг друга, выясняя, чья идеология, экономика и технологии круче. Театр военных действий разворачивается на суше, на воде и даже в воздухе. У Красной Армии, базирующейся на мощи конструкторских бюро, имеется некоторое преимущество на суше в виде жутких мамонт-танков. Буржуи, в свою очередь, слегка доминируют на воде, передавая привет от традиционных европейских морских держав. Суть же игры, как и у всех представителей жанра, сводится к простой схеме. Насобирай много ресурсов, конвертируй их в мощную армию и сокруши вражину числом. Свою эпичность данный образец военного ремесла приобрел в России во многом благодаря эксплуатации темы СССР. Читай, Россия. Против всего мира. Ну, какой русский откажется закатать в асфальт этих надменных пиндосов с их айфонами и силиконовой долиной? Особенно иронично выглядят жуткие советские стройбатовцы со злыми овчарками, обращающие в бегство целые танковые взводы. Это они еще портянки не сняли. В противном случае исход противостояния был бы предрешен сразу. Четвертое место. Age of Empires. Помнится, впервые мне довелось познакомиться с этой игрой во время отпуска на даче, где стоял крайне паршивый селерон, в котором, к тому же, что-то постоянно перегревалось, из-за чего машина, погудев минут сорок, благополучно выключалась. Но каким упоительным наслаждением были наполнены эти сорокаминутные отрезки. Я, как и большинство, начал проходить с кампанией за Францию, а саму игру прошел уже много позже, совсем на другом железе. Но те томительные часы, когда я пытался освободить Жанну Дарк из английского плена, раз за разом наблюдая за смертью королевы от вероломного британского меча или шрапнели, я не забуду никогда. В целом, игра представляет противостояние средневековых цивилизаций в те времена, когда вершиной технологии считалась баллиста, а за место ученых использовались священники, способные, кстати, нехило перевербовывать в свои ряды невежественную вражью солдатню. Ну, собственно, как и в наши дни. Стройным сюжетом игра не балует, у каждой в цивилизации он свой, совершенно не связанный с предыдущими событиями. Зато по видам войск и ресурсов, а также по масштабам сражений, игра держит уверенное первое место. Чтобы добыть победу, вам придется собирать не только еду и лес, но также и золото с камнем. А система баланса настолько богата, что перед тем, как вы начнете одерживать первые победы, вам предстоит немало поломать голову с покерфейсом над деревом технологии и таблицей урона, чтобы понять, кого и против кого нужно строить. Но оно того стоит. Главное – держать строй. Третье место. Dune – The Battle for Arrakis. Собственно, первая стратегия, с которой я вообще начал знакомство с жанром РТС в далеких 90-х годах, еще на Sega Mega Drive 2. Это были те славные времена, когда за Spice получали армию и технологии, а не пять лет тюрьмы. Именно за этот пресловутый Spice на загадочной пустынной планете Дюна и зарубились три могущественных дома – Артриды, Харконины и Ордосы. В простонародье – синие, красные и зеленые. Spice добывали прямо из песка при помощи бульдозеров будущего, называемых Харвестерами. Да только идти в местные комбайнеры никто не хотел, потому что драгоценный Spice откладывали, а следовательно и охраняли гигантские песчаные черви, которые любили внезапно вылезти прямо из-под ног и сожрать трактор, а иногда и целый танк вместе с дулом и гусеницами. Так они развлекались, озорники. У каждой расы было, как водится, свое супероружие. Самым брутальным из этих образцов был лютый танк Харконинов «Девастатор», который не жалел ни чужих, ни своих, способный в случае чего сдетонировать, отправив к червям собачьим как соперников, так и союзников. У остальных вершины технологий были скромнее. Артриды разъезжали на Соник-танках, пуляющих ультразвуком, который прошивал насквозь несколько машин сразу, а Ордосы катались на пульверизаторах, непринужденно перекрашивающих вражью технику в свои цвета. Ну а самой эпичной технологией была, конечно, ядерка Харконинов. Она была самой мощной, но крайне неточной. Помню, сколько джойстиков я сломал, когда в самый ответственный момент ядерка слегка промахивалась, аннигилировав половину моей собственной армии. А вообще, эта стратегия как будто создана для корейцев, ведь в ней еще не была введена система объединения юнитов группы, и приходилось дымящимися пальцами контролировать каждую боевую единицу по отдельности. В общем, эта игра вызывает у меня ностальгическую слезу и уверенно занимает третье место. Ну а первые два держат гегемоны мировой индустрии. Два могучих брата от общей мамки, которые до сих пор спорят, кто из них главней. 2 место. Старкрафт. Полномасштабное полотно о космических баталиях между порочными, но в целом благородными людьми, безупречными латунными роботами-протосами и брутальными стаями зергов увидела свет в 1998 году. И с тех пор не покидает первые строчки самых популярных, прибыльных и востребованных во всем состязательном сегменте киберспортивных явлений. Один из двух великих шедевров, рожденных компанией Blizzard, не то что превзойти, но и просто приблизиться к которому не удастся никому в ближайшие тысячу лет. Грандиозность звездного ремесла заключается в уникальном сочетании умопомрачительного сюжета, способного выдавить слезу даже у самых бессердечных индивидов, и ювелирного баланса, превратившего игру в целую спортивную индустрию во главе с предприимчивыми корейцами, где Старкрафт стал популярнее того же Ногомича в сотни раз. После первых каноничных частей Старкрафт и Старкрафт Брудвор виртуозно играть в которые могли только сумасшедшие корейцы, поскольку на поле битвы приходилось совершать столько действий одновременно, что дымиться начинали не только руки, но и глаза. Близзарды сжалились над простыми смертными и выпустили облегченные, более казуальные, но все еще годные серии Старкрафт 2 на совершенно ином движке. В них судьбы полюбившихся героев предыдущих частей Джима Рейнара, Сары Керриган, Зератула и других закручиваются в еще более драматичном хитросплетении с ошеломительной развязкой, а синематические ролики заставляют не менее двух часов искать на полу упавшую от восторга челюсть. В общем, сравниться со звездным ремеслом могла только другая вселенная, где гул космических двигателей сменился звоном мечей и хрустом проломленных боевым топором черепов. 1 место. Warcraft Лично для меня эта игра стала не просто развлечением, но целой эпохой моей жизни, которой я посвятил бесконечные ночные часы захватывающих поединков со славными победами и досадными поражениями. Сотни откомментированных турниров, тысячи разобранных реплеев, аудиоподкасты, стримы, даже песни. Да что там говорить? Игра сформировала меня как комментатора и боевую единицу в интернет-пространстве. Страшно вспомнить, свои первые подкасты по Warcraft я записывал еще в те мезозойские времена, когда возможностей запускать видеопоток попросту не существовало, а вместо Wi-Fi роутеров в глобальную сеть своим адским скрежетом нас провожали телефонные модемы. Впервые геймеры мира познакомились с этой РТС еще в 1994 году, когда многих из вас еще не было в проекте. Игра базировалась на системе DOS и повествовала о противостоянии альянса людей и огромных зеленорожих варваров, называвших себя орками. Последние, как это водится в цивилизованном мире, без спросу мигрировали в королевство оторопевших людей и давай насаждать там свои порядки. Ничего не напоминает? Вот только недалеким рыцарям толерантность была невдомек, и они вместо дружеских объятий встретили оккупантов мечами да стрелами. Но свой билет в вечность серия получила с выходом культовой части под названием Warcraft 3 Reign of Chaos, совершившей революцию в игровом жанре. Это была первая РТС с трехмерной графикой, настолько изумительной для того времени красоты, что при первом взгляде на монитор хотелось свериться с календарем, чтобы убедиться, какой год на дворе. Да что там говорить, эта графика и этот движок актуально смотрятся до сих пор, уверенно выдерживая конкуренцию со своими модернизированными собратьями. Во-вторых, игра подарила геймерам уникальное сочетание стратегий в реальном времени и RPG, поскольку в армии, помимо обыкновенных юнитов, присутствуют герои с уникальными способностями, которые усиливаются с ростом их уровня. Это сейчас кажется чем-то естественным, а тогда потрясало до глубины души. О сюжете же, в свою очередь, можно рассказывать часами. Настолько он глубок, продуман и совершенен в литературном плане. По вселенной Варкрафт написаны тысячи фанатских рассказов, сотни книг, а в 2016 году на экраны вышел полнометражный художественный фильм. И что-то мне подсказывает, что это еще далеко не все. Остается только восхищенно рукоплескать культовому шедевру, до сих пор собирающему крупные турниры и огромную армию фанатов, способных реально отдать жизнь за Нерзула. Спасибо за просмотр. В комментариях ждем ваших собственных рейтингов, лучших стратегий всех времен и идей по поводу следующих обзоров. Будем рады лайкам и репостам. С вами был Баневур. До встречи в новых выпусках. До встречи в новых выпусках.